Так. Хикс. 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 Приветствую. Травки есть. Здравствуйте. Жду еще кого-нибудь. Но если есть вопрос, можно задавать. Нам, в общем-то, много людей ни к чему. Так. Здравствуйте. И можно задавать свои вопросы. Сегодня я давно-давно не брал карту в руки. Вот именно эти. И хочу их немножко обкатать. А то уже совсем мы с ними заскучали друг по другу. Погадашки у нас сегодня 200. Задаем любой закрытый вопрос. И получаем на него максимально развернутый ответ из всех возможных. Напоминаю, что у нас с 13 числа будет убывающая луна. Убывающая луна имеет свои такие особенности. Хорошо на убывающей луне от всякой дряни разной избавляться. Поэтому свечи один из инструментов для этого. Все свечи у нас программные. С вами для вас. Заказывать через директ, либо лично прямо мне в WhatsApp, Telegram. Все равно как. Все условия там. Погадашки 200. Любой вопрос на да, нет. Смотрим, отвечаем. Оплата путем внесения обонплаты на номер телефона, который в посте. Кроме того, желающие на вебинар по чакрам, пожалуйста, приглашаю. У нас, в общем-то, на странице у меня там довольно подробно уже все расписано про магию, да, как стать магом. Вот. Без всякого вебинара это было выложено. Вот. И если теперь интересует вебинар по чакрам кого-то еще, до 10 числа это стоит одну тысячу рублей. Вот. После 10 числа это будет стоить две тысячи рублей. У меня спрашивают там, а вы... То есть там та же информация, как там, ну, там у того или там у этого. Я, если честно, их вебинары не смотрел. Чего там за информация, я не знаю. Вот. Максимально полная будет. Здравствуйте. Если есть вопросы, задаем. Луна будет скоро у нас убывать. Хотя на растущие сейчас тоже можно успеть, кто еще не успел, по денежкам чего-то придумать. Да, поритуалить. Здравствуйте. На привлечение там, допустим, партнера в жизнь тоже можно. На поиск работы. Прямой эфир не платный. Нет. Прямой эфир не платный. У меня ответ на вопросы просто стоит денег. Потому что в магии нет халявы. Только по одной причине. Потому что информацию дает не маг, а используя свои каналы, маг передает информацию человеку от сил. Силы тратят энергию. Ее надо компенсировать. Возлагать эту почетную обязанность на плечи мага, согласитесь, несколько неправильно. Поскольку вопрос это человека. И он пытается что-то для себя уточнить, изменить в жизни, предусмотреть и прочее. Правильно? То есть это же будет странно, если я подойду к вам и попрошу, допустим, подержать пакет просто на улице. Как минимум удивитесь, да? А зачем вам это надо? А тут предлагают просто кармически влезать в какие-то ситуации людей. То есть если за спасибо, значит за счет личных ресурсов. Личные ресурсы это кармически. Я считаю это неправильным. Мне это не нужно. Поэтому пусть будет смешная денежка. Это стоит пачка сигарет, грубо говоря. Это небольшие деньги. Я не считаю, что это платно. Но кармически это позволяет не привязываться к человеку. Потому что я просто не знаю, я не открываю тайны. Это периодически вопрос как-то возникает. Освещаю, что практики несут силам, в том числе за погодашки вот такие своего рода, да. Разного рода, ну, откупы, если угодно. Потому что любая диагностика, любые просмотры, это все магическая операция. Это ритуал. Это полноценный ритуал, понимаете. С использованием магических инструментов, способностей. Свечи горят вот тоже. Кстати, восковые хорошие, не дешевые. Вот, это все как бы, ну, необходимо. Спасибо за сердечки, помню каждое. Поэтому вот я вкратце, так думаю, пояснил. В общем, это, ну, это азы. Законы магии, пост есть на странице. Иногда, да, практики это делают, привлекая таким образом клиентуру. Потому что, как бы, в процессе диагностики. Здравствуйте, Эмма. Один из самых любимых моих подписчиков, да. Вот. И в процессе диагностики, когда у человека возникает там, выявляется проблема, ему предлагается решение этой проблемы. Ну, в таком случае, просто надо понимать, что в цене избавления от проблемы, в том числе, и стоимость диагностики. Ну, поймите правильно. Это нормально. То есть, брать деньги за работу, это нормально. У нас же у всех есть какие-то способности. Еще раз говорю, вот у всех есть какие-то способности. Но что, исходя из этих способностей, кто вот требует от кого делать бесплатно? У кого-то способности к юриспруденции очень хорошие, да. Законы запоминают. В судах очень хорошо выступают. Пойдите, попросите это делать бесплатно. Или просто, кто-то красиво красит забор. Кто-то красиво меняет прокладки в сифоне, там, да, сантехник, например. Кто-то красиво меняет колесо, но мысли не возникает. Поэтому давайте ценить. И потом, знаете, вот тут это даже имеет и корыстный определенный для человека интерес какой, что лучше заплатить, чем не платить. Я поясню, потому что, когда человек вкладывает свою энергию, понимаете, в изменение своей ситуации, вот скорее всего она изменится в том ключе, в котором человеку хотелось бы. А если этого не будет, то не исключен и другой ход событий. Тем более, когда у человека кармически есть вещи какие-то на отработку, да. А он вот пытается по-прежнему где-то проскочить между струйками. Не получится. Вот у людей получится с ними или с теми. Нет, заметят они это. Если есть вопросы, друзья мои, 200 рублей сегодня по гадашке 200. Планировал я сначала 100, потом 150. Жадность победила 200. Но до 300 я не дошел. Прошу это оценить. Ответ на вопрос. Любой на да, нет. Любит, не любит. Поеду, не поеду. Увольняться, не увольняться. Или туда идти, не идти. Брать кого-то на работу, не брать. Подписывать договор, не подписывать. Отдадут деньги, не отдадут. Вот это называется закрытый вопрос. Пожалуйста, можно задавать. Будем смотреть. Ну и поясню, что при всем при том, иногда силы дают информации чуть больше. И информация, соответственно, и я рассказываю ровно все то, что дали. То есть я не ограничиваюсь. Вот просто да, если информация идет больше, значит я ее всю и, собственно, рассказываю, выдаю человеку. Вот. Если вопросы есть, тут у меня очень вкусный, крепкий кофе. Из турки. Потому что кофе это то, что из турки. Для меня, по крайней мере. Остальное это кофейные напитки. Если есть... Сердечки, спасибо. Просто помню каждое и навсегда со мной. Пожалуйста, если есть вопросы, задаем. Напоминаю также про Луну. Пока это у нас еще растет. С 13-го числа у нас начинается... Можно уже вовсю планировать, от чего избавляться. Или кого-то наказывать, да. Если в отношении вас совершены неправомерные действия. Еще раз говорю, не надо думать, что кто-то все бросит и ринется за вас решать ваши проблемы. То есть, бумеранг это фантом. Вот нет этого ничего. Учтите, пожалуйста, нет никаких бумерангов. Как только человек принимает некую ситуацию, Вселенная ему накидывает таких ситуаций в полные карманы. Соответственно, перераспределяют. То есть, каждый из нас не та уж великая персона, ради которой бумеранги запускают. Бумеранги это больший масштаб. Это, если угодно, там, вселенский, да. Ну, или хотя бы галактический. Ну, не в масштабах человека. Человек сам определяет то, что его устраивает, то, что его не устраивает. Как от этого избавляться. Он, соответственно, принимает меры. Все. И единственное, тут, что важно учитывать, чтобы это было, во-первых, законно. Во-вторых, в адекватном размере. Иначе переусердствуешь. Тогда получится тебе вправе ответить. Опять. Тут нельзя, надо быть все... Как бы все это точно должно быть. А неотвечание и подставление щек ведет к тому, что по роду это все передается. Ущербность. Это нехорошо. Потому что можно на словах быть любым героем, рассказывать про любые подвиги. Но если дети будут видеть, что вот так просыпается... Ага. Это активная сущность. Эмма. Я могу сказать, что это не очень хорошо. Это полтергейст. Причем активный. Причем он проявляется вот таким образом. Да? Он именно дерется. Хотя это может быть как полтергейст. Это может быть все, что угодно. Это может быть и сущага из астрала какая-нибудь. Да? И скажем, очень активный покойник. Домовой. Если вы с ним не поладили. Но это в новых помещениях. А правило, это в новом жилье. Это не там, где уже как бы отношения, что называется, устоялись. Это что-то надо узнавать. И потом, когда вот такие вещи приходят... Вот по крайней мере... Черт, у нас мотоциклисты гоняют. У нас жарко. У нас сегодня было где-то 24. Поэтому... Жарко. Прямо жарко. Причем у нас и вечером было около 20. Вот уже буквально там полчаса назад еще градусов 20. Вот по ощущениям. Так. Ну это ладно. Сейчас не о том. Тут вот тем более у вас есть способности. Когда какая-нибудь вот такая ситуация... Задавайте вопрос, кто это. Ну и вообще, чего хочет. Потому что, ну, кто как зовут, да, с какими намерениями и так далее. Там чего хочет. Больше всего нас интересует. То есть, со злом он к вам. Либо с добром. Либо, может, вы что-то так вот знаете, не слышали... Это маловероятно, судя по описанию. Не слышали, не слышали. Уже таким образом пытаются привлечь внимание. Да. Ну, вы человек силы, конечно. Да. Вас где-то наталкивает. Но здесь, знаете, ведь всякого разного лезет к нам-то. Будь здоров. Там где-то, если что-то промухаешь, оно и вылезет. Да. Как. И надо защищаться. Потому что не все же там чисто хорошее такое. Это вот как пост у меня есть про алкоголь и магия, да. Ведь, ну, хотя, если мы возьмем, допустим, вот классику, да. Вот практическая магия, там, Папюс, например, да. Он же допускал и употребление алкоголя и наркотиков, там, в том числе гашиш, там, кокаин и так далее. В определенных дозах, вот именно для того, чтобы выйти в астрал, там, и так далее. Но, там, опять же, это не в тех дозах, которые привычны нашему человеку. Это, во-первых. Во-вторых, я, допустим, ну, не вижу в этом особого смысла. А когда люди перебирают, то как раз они выходят в астрал так, что они действительно выходят в астрал. Ведь зачастую это осознание отключается, и информация идет вот просто потоком, и они бахают, что называется, исполняют. А все же просто. Ну, я не знаю, вы пост, наверное, читали. Все просто. Потому что никто не говорит, что из астрала идет только достоверная информация. Там сущности разных, и развлекаются они тоже, видя, опять же, то низкочастотное состояние человека, он попадает в их пространство, да, в их поле. Потому что алкоголь, он приводит к низкой частоте, вот после, там, определенного. Он, в принципе, сам по себе низкочастотный, да. Но, учитывая те объемы, в которых он употребляется, состояние такое вот совсем то. Ну, и они развлекаются, чушь, прикалываются. Люди исполняют то, что исполняют. Ну, и нормально. Ага. Ну, и вот ту информацию, что они выдают. Вот это идет потоком от вот таких же сущий. Что, когда вот говорят, черт попутал. Ну, вот это-то случай, да. В принципе, не без того. Ну, черти-то они неразумные, а вот бесы. Да. Ну, опять же, подселенцы, и не упокой тоже, если на кладбище происходит. У нас же любят бухать на погостах. Вот, причем превращать это, извиняюсь, в какие-то прямо чуть ли не массовые гуляния. Вот тут и как бы все нормально получается. Подселенцы потом удивляются, откуда берутся у них, у детей. Они и по роду переходят, подселенцы. Их поколениями можно кормить одного и того же. Вот. Ну, они ощущаются тоже. Вот в постах у меня много этой информации, там, и просто по ощущениям, да, что ты живешь не свою жизнь и как бы не совсем все контролируешь. Ну, и там уже смотри какой подсел. Там уже тоже может быть не скучно. То есть, диагностика наша все по-прежнему. Еще раз говорю, что у нас сегодня по гадашке 200. Ответ на любой вопрос, закрытый, стоит 200 рублей. Путем перечисления мне прямо на телефон, прямо как услуги связи, никаких банковских карт. Я ненавижу банки. Вот правда, кто слышит, я ненавижу банки, я не пользуюсь банковскими картами. Я не люблю халявщиков. Банки это халявщики. Да, пожалуйста. Там смотреть надо. Ну, я думаю, понимаете, к вам ведь они вот, я говорю, к вам еще придут. То есть, понимаете, вот придут, и тут главное ловите момент, и нельзя бояться. Не всегда приходят пугать. Вот, пугать есть кого. Это, к практику больше все-таки с информацией ее нужно вот поймать. То есть, получить от них. Попытаться, по крайней мере. Информации у них всегда нет. Я опять же против того. Да, да. Я понимаю, я это знаю. Вот, я понимаю. То есть, нет того, знаете, что вот есть плохие сущности, есть хорошие сущности, есть дрянь информация у хороших, у тех, кто с нимбом, а вообще поганая информация у тех, кто снизу. Да, как бы информация не бывает плохой или хорошей. Использование информации может быть плохим или хорошим, там, правильным, неправильным, да. Это как ружье. Оно не плохое и не хорошее. Вот. Если на вас там, грубо говоря, нападают, то, как бы, оно хорошее. Да. А если нападают с тем же ружьем, то, вроде как, оно плохое. Не черташ подобного. Правильно? Оно и есть в себе, и есть. Для этого, эта попытка перекладывать ответственность не надо. Человек сам решает, что и с чем делать, как поступать. А у меня по-прежнему в приложении свечи. Здравствуйте. И сейчас свечные наборы за, в принципе, за недорого. Где-то, ну, в среднем 300 рублей свеча. Вот. Там свеча на гармонизацию, денежная, понятно. И две очистительных. Вот. Но это не считая пересылки. Вот так, сейчас, сейчас, сейчас. Ха-ха, да. Ну, укрывают, эти заботятся. Это другие, понимаете. Могут быть и те, и те. То есть тут, хотя могут быть одни и те же. Общайтесь с ними. Они вполне себе раскат. У них, понимаете, если проявились, без интереса не проявляются. Вот. Проявились, есть интерес. Вот. Значит, что-то хотят донести. Уже что там, как это для человека, какой знак он поставит, плюс там или минус. Это, как бы, сначала хотя бы услышать, да, о чем речь. В принципе-то. Вот. А там уже либо присоединяться к торжествам, либо откланяться. Ну, или откланять. Да. Да. Вот. Если есть вопросы, задаем. В принципе, может быть, не только в рамках погадашек. Я так вижу. Да. То есть вопросы можно задавать, ну, что интересует. Ну, и погадашки. Тем более, рабочая неделя еще не закончилась. Там можно посмотреть и по работе. Если там кто-то приедет, не приедет, да. Там состоится свидание, не состоится. Она сейчас... Да. Вот, кстати, может быть, повторить эфир на определение негатива, да, в прямом эфире. Он был там у меня, там, по-моему, по 300 рублей я делал. Вот. Но можно даже сделать благотворительный жест, там, на 250, да. Вот. И посмотреть, собственно, да. Есть, нет, допустим. Но, опять же, там, не только, там, в принципе, там, да, на вас есть, там, все, иди. Или, там, нет, у тебя все классно, там, иди выпей. Нет. Вот. Смотрится, в общем-то, на, сразу там, на родовой, кармический, магический. Само собой, с него, в общем, начинаем. Ну, и бытовой. Так что, это прямо, да, вот, в прямом эфире можно посмотреть, что там есть. И, в общем-то, картинка примерно вырисовывается, что у человека за ситуацией, как он живет, ну, довольно быстро, там, в течение минуты. Вот. Там уже, да, если есть интерес к точному, совсем, к точной информации, это уже расширенный такой расклад, это большой. И там уже можно смотреть на все, в общем-то, конкретно с привязки с энергетикой. Ну, в общем-то, знаете, зачастую там, судя по там, ну, допустим, вот, если там делается приворот, ну, понятно уже, где и какая энергетика, там, будет у человека просажена, да. Там, там, это вторая, четвертая, шестая, это классика жанра чакры. Ну, иногда цепляют и первую, потому что сносят защиты, так что ее в любом случае так, она не может быть неповрежденной совсем. Там уже вопрос в другом, там, насколько качественно снесли. Ну, и по третьей бьют, понятно, тоже периодически, допустим, если там мужик вам-то интересует больше. Не потому, что он красивее Ленделона в лучшие годы, а потому, что бабки есть, вот и все. То есть, зачастую так. Или потому, что, чтобы вот в той суке доказать, что я лучше. Вот, по такому принципу очень многие вещи проходят. Вот, что вот он все равно будет со мной. Вот, вот. Ну, это такие женские мерилки. Да, здравствуйте. Поэтому, поэтому, если вопросы есть, надо, нет, задаем. Вот, потому что я так вспоминаю, что у нас ведь еще, ну, я не забывал это, я шучу. У нас в 9 часов еще расклад. Да, про что говорим, про все подряд. Вот, я жду вопросов, и пока говорю просто про все подряд. Про погодашки у нас сегодня. В каких случаях отливаются? Ну, есть негатив, отливаются. Когда воск эффективен, когда диагностика показывает, что эта практика поможет. Да, отливаются, нормально. Просто не все снимается воском. Там денежный канал, допустим, можно я зачастую отлить. Вот, просто там денежный канал отлить воском. Да, когда там больше нет затыков. Дело в том, что я не сторонник. То есть, когда вот действительно, знаете, диагностика показала, что у человека проблемы именно там. Вот, все вокруг шикарно, да. Первая, вторая, четвертая, там, пятая, шестая чакра. С третьей фигня. Вот, там, денежный канал, это третья. Вот тогда, да, целенаправленно его отливают. Но ведь, как правило, бывает, что все в комплексе. Потому что денежный канал, вообще третья чакра, наша материальная, очень сильно связана с нашим сексуальным. И можно, ну, очень часто, если проблемы с деньгами, то и со второй чакрой тоже будет не очень. Нет, не отливаю я свинцом. Не заморачиваюсь я на это. Есть, как бы, ну, на мой взгляд, более, ну, мне хватает арсенала тех практик, которые, ну, позволяют обходиться без свинца. Ну, по крайней мере, как отливки. Вот. Поэтому, если воск показан, да, можно отливать воском, можно отжигать теми же восковыми свечами. То есть, эффект тот же. Вот прям сразу говорю, практически вот тот же. Просто вопрос еще, знаете, к чему практик привык, конкретный мастер. Вот под что рука уже набита, вот то у него будет лучше получаться. Ну, это во всем так. Вот просто во всем так. Поэтому тут можно использовать и его, и параллельно еще там что-то. Вот. То есть, и воск отливки, и прожигать свечами параллельно, допустим, чакральный столб, да, тоже можно. И ничего не мешает там еще что-то делать помимо. Этими же энергиями, например, да, работать. Вполне. Переклад какой-то делать тоже. Все зависит конкретно. Ножом чистить тоже вот. Очень люблю я ножи. Как часто чистится. Как диагностика покажет. Это как, знаете, вот как часто мыть машину. Ну, ездит человек там, в гараже хранит, ездит только по сухой погоде, реже моет. Если каждый день и по всей фигне, ну, чаще, конечно, вымазывает. Поэтому чаще мыть. Поэтому, я же говорю, нет, кто кому-то, ну, в год раз, оно не помешает, потому что и чистки. Лучшая наша защита – это профилактика, да, вот, поддерживать себя, то есть не давать, дойти себе до убитого уже состояния, а периодически делать диагностики – это недорого. И как бы это того стоит. Потому что, ведь негатив-то он как-то. А не то, что, допустим, вот ты сегодня ходил такой нормальный, все у тебя было на пике, деньги валили там, все тебя любили, все офигенно вообще складывалось. И тут бах, пришел негатив. Негатив, вдруг, вот так вот, бах, и ты, вот, беда во всем, тут же, все, деньги пропали, все, обокрали тебя, там, и здоровье не стало, и баба ушла, и так далее, и так далее. Ну, это ж не так. То есть, все это постепенно. Вот, то есть, негатив, он так вот накапливается, накапливается, как форма той же лавины, да, или снежного кома. Но только он низкочастотный, он притягивает всякую каку извне к себе. И человек же постепенно втягивается в поганое положение, постепенно. И глаз-то замылен, он не понимает, он думает, ну, у всех вот так, у всех так, потому что вот, ну, когда-то хорошо, когда-то плохо, да, там, белая полоса, черная полоса. А потом понимает, что то была белая, а черная сейчас. На самом деле, они обе не очень хорошие. Ну, человек же вот как-то и пытается там что-то тянуться. Вроде как, как я вот всегда говорю, да, для сравнения, вроде как и он не чувствует этого колпака, вот этой дряни, да, вяжущей ноги. Потому что, как бы за, потому что колпак стеклянный, он вроде как все видит вокруг. И себя от этого вот всего не отрывает. Но это все уже для него недосягаемо, потому что он уже в этом состоянии своем, низкочастотном, он не достигнет ни хрена. Поэтому надо чиститься. То есть, делай диагностику, периодически чистится, все. Диагностика, что там она стоит? Это одно, да, о потере от деструкции. Ну, это ж и личные, это и нервозность, это и деньги. То есть, сравнивать нечего. Другой момент, что да, вопрос доверия конкретному мастеру. Доверяешь? Иди, не доверяешь, не ходи. Вот и все. И это как у врача не врать. Вот, когда начинают там недоговаривать, там какие-то элементы, проверю-ка я, а может ты тут что-то там не то вообще лепишь мне. Ну, тогда просто это не ваш мастер. Вот, потому что этими недосказанностями вы к какой ситуации придете. Человек будет видеть то, что у вас, да, но при этом, исходя из ваших слов, вроде как должно быть другое. То есть, будет непонимание, нестыковка. То есть, энергию зачем перерасходовать свою за те же деньги? Нет никакого смысла. Проще попрощаться. Вот, поэтому, тут еще, знаете, ох, тут еще, блин, ну как, тяжелее всего человеку говорить, вот когда он не прав в чем-то. Вот в своей ситуации, когда не прав именно любому. Вот каждый сейчас согласится, да, вот кто слушает, скажет, ну да, но на себя проецировать не будет. Вот, а это всех касается. Вот, очень мало людей, которые готовы сказать, ну блин, да, вот такая есть фигня. Мало. Тем более, готовы их там что-то изменить. Вот, чтобы, вот после того, как это все выявили, да, все причины всех бед, личную лепту учли, когда эту информацию человеку предоставили. И вот, чтобы что-то человек начал делать и менять в своей жизни, таких случаев мало. Вот, будут по-прежнему искать крайних виноватых, там, мир виноват, там, сосед виноват, мужик ее виноват, или баба его виновата, кто угодно. Ну, сам вот в последнюю очередь и меньше всех. Ну, ладно, от этой стороны ушли. То есть, по мере того, как часто что делать, отливаться можно не только отливаться. Есть вебинар, да, мой, энергетически можно себя чистить каждый день, больше того, и защищать тоже. И очень это неплохо, и пробивается намного меньше всякой дряни, вот, просто намного в разы. И, как бы, можно себя поддерживать самому, ну, если там заведомо не попадать совсем в какую-то жопу, вот такую, знаете, энергетическую задницу. Вот, ну, как бы, точнее не скажешь, где, ну, просто люди там, вот, ну, негатив. Допустим, коллектив такой, да, что все друг друга ненавидят, и каждый старается, там, подножку подставить, там, вот, все вокруг. Язвительность, колкость и прочее, прочее, прочее. Да, ну, и, как бы, ну, а зачем вот там находиться в таком месте? Или там заведомо знаешь, что там какая-то фига. То есть, просто ты поставил там определенные меры и принял с утра, главное вечером не забыть, да убрать. И все, и уже будет получше, там, себе там что-то сверку сделал, отгородился, и тоже хорошо. Главное не забыть поставить там, чего питает эту сверку, и нормально. Вот, ну, зачастую так. У нас работа, к сожалению, ну, не то, что любят, а то, что просто дает деньги, и все. Вот так, к сожалению. Я, у меня товарищ, ну, у меня их несколько, товарищей у меня много, у меня друзей, конечно. Ну, друзья это с возрастом всегда так, все меньше и меньше с каждым годом, да, настоящих. Вот, но есть. А вот такой очень хороший приятель в Питере, общались с голландцами, вот, представляете, люди выбирают работу, которая нравится. Вот так. Так, то есть, чуть по-другому. Вот нравится работа, никто не работает на нелюбимой работе. Вот такого, вот, какие-то моменты есть, конечно, у кого-то в жизни, бывает разное, но это не массовое явление. Как правило, люди занимаются своим делом, которое вот его втыкает. И все. Вот вся разница, да. То есть, это другая планета называется. Вот. Ну, так не только у них, там, как бы, та же Дания неплохо, скандинавы в этом плане себя тоже чувствуют неплохо. Здравствуйте. То есть, это то, что примерно можно было выбирать в Союзе. Ну, потом это прикрыли. Теперь. Ладно, это все детали. Если вопросы есть, здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли об этом вопросы есть? Еще раз говорю про Луну. Луна наша все в магии. Ну, есть, конечно, допустим, случай, когда человек явно тяжело магически поражен, и ждать там подходящие фазы Луны, ну, понятно, что уже никто не будет. Потому что надо человека вытаскивать. Это есть такое тоже. Вот. Но, по возможности, всегда она учитывается. Просто, ну, не потому, что там что-то от Луны зависит. Просто от фазы Луны зависит энергетика людей. Только по этой причине. Луне, вообще-то, фиолетово вот просто. Но почему руны? Уже говорил не раз, да. Почему руны лучше все-таки на убывающей Луне, когда вот очистительные практики, именно на убывающей? Да потому что энергетика человека больше под них приспособлена будет. Нет, завтра еще не холостая. Завтра как раз у нас нормально. У нас холостая. Там что-то будут происки 8-го числа. Вот завтра мы хорошо. 6-ое, 7-ое мы прямо проскакиваем. Вот сегодня без холостой. И завтра не будет. Там есть пост у меня про холостую Луну. Вот прям картинка Луна так в люльке. На боку практически спит. И если карусель полистать, там на весь ноябрь период холостой Луны указан. Но он же по времени. Там, скажем, вот как у нас была предыдущая, да, там, с, там, не помню, 4-го числа, это нет, с 3-го числа. Там что-то такое, скажем, в 17-5-26, там, а заканчивается 4-го в 0-2, то есть там, ну, несколько часов, она не на день. Редко, когда там вот прямо, у нас целые сутки холостая Луна. Бывает, но редко очень. Завтра можно на деньги пошаманить? Конечно, можно. Нужно? Чего же вы не шаманите? Ну, сегодня можно, и завтра, и вон Луна у нас пусть заряжает, конечно, пока растет. Вплоть до полнолуния, есть и прямо на полнолунии ритуалы определенные, да, новолуние, вот, когда Луна еще слабая, она только рождается, тут, да, как бы, такой период. А сейчас она как раз разгонится, она будет на пике. Вот, если есть вопросы. То есть, да, тут все привязано к энергетике человеческой, больше ничего. Ну, и знаем, что Луна в магии планета. Вот, как и Солнце, не звезда. Ну, из всех там, этих всех небесных тел нашей Солнечной системы, у Луны самое сильное влияние на людей. Это да. Ближе всех. Если вопросы есть, задаем. На да, нет. Еще раз напомню, что можно задавать, в принципе, на... Я в какие лунные сутки родился, не скажу. Это секретная информация. Ни день, ни сутки, ни созвездия, ничего не скажу. Зачем это надо? Понимаете, это не то, что вот прямо вредничание. Просто учитывая, как жизнь витиевато иной раз поворачивается, когда действительно от кого не ждешь, получаешь такие чудеса, что, ну, как бы, поменьше информации. Я уже так понимаю, что без очков, в принципе, фотографироваться ни к чему в эфире. Вот. К сожалению, так получилось. Вот. К сожалению, так. Фаза Луны. Ничего не буду говорить про себя. Правда, я не люблю про себя говорить ничего. Вот такого. Это личная информация. Зачем? Не нужно. Я даже у тех, кого диагностирую, такие вот вопросы не уточняю. Ну, только когда совсем уж надо, тогда надо смотреть. А так, без нужды, зачем? Тем более, зачастую, в принципе, достаточно имени человека. Не-не, просто интересно нет. В магии ничего не просто. Я вас уверяю, эта информация обязательно ударит по голове. Вот о себе так рассказанная. Ну, это 99 из 100, или даже 101 из 100. Ну, потому что, если хорошо видны глаза человека, его можно ушатать по фотографии. Вот. Поэтому в очках, ну, почти ничего невозможно сделать человеку, если человек будет в очках. Или линзы, кстати, тоже вполне себе нормально работают. Есть еще приемы. Чтобы обезопасить себя, вот именно от таких происков. Поэтому, знаете, не нужно, нужно думать, вот кому вы рассылаете фотографии, вот из мастеров, да, которые вот просто собирают, грубо говоря, да. Кстати, любят это делать. Бесплатная диагностика. Очень любят собирать кроликов. Ну, кролями называют тех, на ком потом оттачивают свои практики. Ты получил имя человека, ты получил его фото. Делай с ним, чего хочешь. Причем, ты получил, он сам тебе все сказал, он сам тебе все предоставил. Даже напрягаться не пришлось. И в том ракурсе, в котором ты попросил. И в том виде. Вот так. Это все, как бы, тоже важно. То есть, не все, вот где, а, ой, бесплатно надо бежать, там бесплатно. Ну, надо подумать, наверное, где бесплатный сыр. Вот, опять же, я не обобщаю, я против, я всегда против любых обобщений. Вот, потому что ситуации бывают разные. Но таких ситуаций очень много. Просто предупреждаю, что очень много, когда собирается вот таким образом материал, вполне реальных людей, на которых можно оттачивать свое мастерство. Или просто развлекаться. Вот так. Поэтому, если там что-то прислали, практик такой сказал, ой, у вас будет беда. А вы, да ну нафиг, все у меня нормально, нет никакой порчи. А потом, опаньки, а я тебе говорил. Так что, вот так. Если вас дурят и обсчитывают в магазинах, там, правительство, коммуналка и так далее, это не значит, что вот на банке сплошь и рядом. Это не значит, что вот здесь какое-то острово, где все должны, бесплатно и честно просто. Нет, конечно. Все как везде. Люди те же, в планете той же. Поэтому еще раз, ответственность и осознанность при выборе мастера. Ну и в принципе при... Ну, чтобы не было, знаете, вот такой обезьянь интерес. А что, это есть сайт забавный. Он был очень хорошим. Вот прямо хорошим был. Где реальные эзотерики зарабатывали за реальную помощь. Ну, это было пять лет назад, последний раз. Да я не так давно на него зашел, вот сейчас. И просто я опешил. Там, понимаете, вот, ну у меня стоит как, я зарегистрирован там как эксперт. И вот мне приходит 275 писем в день. Ну там, то есть больше 275, вот этот мой ресурс почтовый не принимает. Вот его забивают ящик, вот именно этим хламом. Даже не один из ста, я боюсь, один из тысячи не ставит вопрос, сколько это стоит. То есть там просто, здравствуйте, уважаемые эксперты, а скажите, там, Маша будет с Петей? А что, а какие у Пети эмоции о Маше? То есть, вот так. И это, вау. Вот это о степени осознанности. То есть люди в принципе далеки от жизни. Причем, это не значит, что там все 20-летние вот ни хрена не понимают, там вот только трахалка в голове, там вот получится, там не получится и так далее. Нифига, люди там и 80-х годов, и 70-х, и 60-х годов рождения, и 50-х. У всех подход один. И когда пишешь, ну это диагностику надо делать, она стоит денег. Вы делаете что-нибудь для людей бесплатно? Хочется задать тот же вопрос этому человеку. А ты делаешь свою работу, в школе это моя работа, да? Бесплатно. Я даже сейчас, опять же, не буду касаться законов магии, я просто вот. Вот твоя работа, ты работаешь там машинистом. Погоняешь паровоз просто так. Ну чисто, на слабо там. А, слабо, а мы посмотрим, ты классный машинист или говно. Примерно вот такая вот опера получается. Поэтому, если бесплатно, это вот в церковь, в мечеть, в синагогу, кому куда-то подручнее, да? Или привычнее. И вот там, там бесплатно. Но все же хотят быстрее в обход церкви, мечети, синагоги и без греха, чтобы. Вот это вторая хохма. Это вторая основная, наверное, хохма. Если, извините, ну, немножко хоть подумать, я очень быстро, за минуту скажу все, то, что я периодически говорю, да? То, ну, авраамовые религии, да? Иудаизм, христианство, ислам. Все признают Ветхий Завет, так или иначе. Я извиняюсь. И при этом, ну, она в том числе, да, Марина, конечно, в том числе. Один из моих учителей, да, Марина. Есть у меня ее практики тоже. Вот, извиняюсь. Так вот, и там все признают Ветхий Завет. В Ветхом Завете написано, убей ворожею. Чего еще не ясно? Убивают конкурентов. Вот и все. То есть, вы ходите в обход той традиции, которая в себя причисляете. Не вас лично касаюсь, вот вас прямо лично. Нет. Я, кстати, всегда очень, ну, мне тяжело обратиться к человеку на ты. Так было всегда. И, в общем, я считаю, что это правильно. Дистанция должна быть. Я сам себя к этому приучил когда-то. Одно время я этим словопотреблял, а потом просто приучил, что нет. Независимо от возраста, в общем-то. Даже когда человек в разы старше меня. Вот, хотя эти как раз привыкли всем тыкать. Ну, дистанция должна быть. Должно быть личное пространство, личные границы. В них нефиг лезть чужим. Ну, и я. В чужое пространство тоже, как бы, соваться нехорошо. Пока не позвали. Так вот. Про что я? Да, про конфессии-то эти. И вот эта вот мода, когда практики обкладываются иконами. Там, без греха привороты. Там, погадаю без... А у вас, скажите, а вы без греха? Вы сумасшедшие. Вот если... То есть человек, который задает этот вопрос, вот явно он не от мира сего. То есть ты хочешь узнать информацию в обход того эгрегора. И тебе достаточно просто иконы поставят через храмы. Извините, кто отменял соборную магию? Когда через те же иконы людей просто отправляют на кладбище. Или кто-то думает, что в церкви нет бесов, да? Ну, то есть вот незнание просто. Вот, знаете, пребывание в некой такой иллюзии. Но оно массово. Это массово. Дело в том, что реально так практикам идут больше к тем, кто будет выставлять иконы. Или там на фоне икон как-то маячить. Или там со свечкой в церкви стоять. Там не знаю, что еще. Или там в мечети. Ну, там в синагоге, опять же. Синагогу, кстати, меня в крайний раз не пустили, но я пройду. А так я, в принципе, это давно было. Там настолько попался рентген на входе. И он сразу считал, говорит, нет, вам нельзя. Говорю, почему? Потому что я не иудей. Нет, просто потому что вы это выгорю. Хорошо? Вот. Но это был один раз. Да нет, туда вы идете со своим. Вы просто делаете как положено и все. Но имейте в виду, что там есть практики, которые работают вполне в своей традиции. Например, вот вы знали, что не надо от другой свечки зажигать свою свечу в церкви. Не надо. Вот есть там вот эта штучка, да? Да что у меня вылетело из головы-то? Горит вот в такой красной чашечке вот это масло. Вот оттуда надо зажигать. И все. Понимаете? Нельзя. Потому что, почему? Объясню по одной простой причине. Потому что вот когда свеча возжигается, отправляется посыл. И вот все потом, как бы там чего, с каким посылом свои свечи не ставили. Да, лампада точно. Это будет фиолетово. Потому что они вот тот посыл берут и ставят. Церковники, попы это прекрасно знают. Поэтому зачастую эти лампадки не горят. То есть они... Вот вы же не знаете, кто там утром поставил и для чего. И то есть получается потом все в течение дня вот именно для того, для той цели, свою энергию своими свечами тоже продолжают передавать. А то, что они думают, но они искренне заблуждаются, но это ничего не меняет. И все. Поэтому только от своих спичек в этом случае. Или просто от единственной лампады, которая может быть горит. Но я вам скажу, если вы от своей спички зажжете свою свечу, у вас, скорее всего, к вам подойдет какая-нибудь бабушка и начнет кричать, что так нельзя. Но я вас опять же уверяю, что после дискуссии с ней она не сможет вам объяснить, почему именно нельзя. То есть если вы упретесь и поставите, то будет нормально. Вопрос в другом, чтобы потом бабушка вашу свечку не задула и не выбросила. Вот такие вот там нравы. Поэтому я в церкви не то, что боюсь. Я хожу туда из чистой практических соображений, когда есть конкретная задача. Вот и все. У меня вот есть разовый контракт. Я пришел, я его сделал. До свидания. Но это не значит, что я теперь христианин. Я так же хожу в мечеть, так же хожу в синагогу. И все. Так, сейчас очень много в мире, да. Так, сейчас читаю. Просто не вижу, если честно, я вижу погано. Сейчас я возьму прибор и прочту. Зла, да? Так, я вам скажу, берите любой исторический период. Вот эта фраза, ее можно будет распространять. Мы же, у нас же историю даже, история человечества, это история войн. Это не история достижений каких-то, да, там, не история какого-то добра. Это, конечно, есть там в кадре, там, пирамиды построили, там, башню какую-то, вавилонскую, там, еще что-то там, собор Парижской Богоматери. Но это вот сколько займет вот все эти достижения, там, пирамиды Майя там включим тоже, там, даже там, мавзолей в Индии и все остальное, да. Вот сколько эти все вещи вместе с научными достижениями займут. Тем более, если мы обратим внимание на то, что науку-то что развивает? Военка. То есть, сначала это появляется у военных, потому что там все передовое работает, а уже потом во всем остальном в виде, ну, купированных, упрощенных вариантов. Как сотовые телефоны, например. Игры-игры разные, но, знаете, подразумевают они одну и ту же высшую силу. То есть, это, скорее, знаете, по форме разное. Вот. А молятся все, и иудеи, и христиане, и мусульмане тому, кого придумали иудеи. Вот. Пусть это никого не коробит. Это будет, наверное, неприятно. Но это факт. Равин. Было видео в сети, его брали. Я его не успел скачать, по-моему. Хотя, я его видеть еще успел. Потом у меня ссылка осталась, я прохожу по этой ссылке. Мне пишут, видео недоступно. Так вот, там такой был свой закрытый корпоративчик. Буквально две, вот, две минуты там с копейками секунд. И он говорит, почему вы считаете, например, вот вы, евреи, считаете, что иудаизм – это не миссионерская религия. Это самая миссионерская религия в мире. И не надо пугаться, что иудаизм примут там все, даже там, гои, например. Ну, то есть, не евреи, это гои. Потому что они же от этого не станут евреями, нет. И они будут следовать иудаизму в той традиции, в тех границах, в которых иудаизм, собственно, им разрешает следовать. Вот и все. А что касается христианства и ислама, так это наши самые удачные предприятия иудаизма. Потому что благодаря христианству и исламу все знают, что евреи – исключительный народ, богоизбранный. Все. То есть, это придумано-то было изначально кем и для чего. Тем более, что ислам – это, опять же, может, не слышали, но это уже упоминалось мной. Ну, не только мной, но и до меня, конечно, за несколько веков. Это была просто секта в христианстве изначально. А потом уже это стало отдельной религией. В 625 году, по-моему. Или в 670 каком-то. Вот что-то в районе 650, вот плюс-минус, туда или сюда. Вот что-то такое. Или 630. Ну, вот что-то такое вот совсем. А, в 325-м был Никейский собор, это когда Евангелие разные утверждали, да? И почему-то Евангелие от Христа не прошло. Хотя, казалось бы, мы снова вспомним, что Христос не был христианином, Магомед – мусульманином, а Будда – буддистом. А Яхве был просто дух пустыни, который 40 лет Моисей водил в свой народ, и просто его намаливали так, раскачивали и Грегор, что он стал Богом. А потом в этой же, ну, под другим названием, но он же стал Богом у христиан и в исламе. Вот и все. Так. Что за чаша энергии? А я не скажу, что за чаша энергии, вот честно. Не скажу я про чашу энергии. Так что переходим к следующему. Да, вот что. Это, опять же, добро и зло, да? То есть, вот что хотел сказать. Это условно все, на мой взгляд, как вот черное, белое, зеленое, красное и другая магия. Есть магия эффективная, есть неэффективная. Больше нет никакой. Есть магия, которую высшие силы одобряют и санкционируют. Соответственно, это добро. Потому что она рассчитана на поддержание равновесия и избежание хаоса. Но это может быть и магия деструктивная с точки зрения человека. Например, когда убирают какого-то человека, в прямом смысле убирают. То есть, как бы деструктивно, но это может быть для сохранения равновесия. И тогда это добро. Даже если этот человек совсем маленький. Это всегда болезненная тема, когда умирают дети. Но иногда это неспроста. Вот. И там, то есть, почему это произошло, это может быть масса причин. Но если это происходит вот без видимых причин, значит, неизвестно, кто бы появился или получился из этого человека, да? И сколько бы зла, возможно, он сделал. Или это расплата родителей по их счетам. Вот. Что, скорее всего. Поэтому тут вот и добро там побеждает, зло побеждает. Да нифига, побеждает сила. Побеждает сила. Вот сила побеждает. А добро или зло не побеждают. Так, руны. Ну, руны не моментально начинают. Где-то тоже на раскачку уходят. У кого как. Где-то. Ну, вот от недели бывает. Хотя, ну, когда, допустим, подключим. Ну, я почувствовал. Там зачастую чувствуешь. Вот там, ну, спустя. Там бывает сразу прямо. Бывает. Ну, в течение нескольких. Ну, в течение часа. А вообще, их работу ощущать иногда начинают прямо, да. В считанные часы тоже бывает. Например, когда идет чистка. Бывает, только человека поставишь на руну, у него уже начинают краны течь. Там забиваться канализация, гореть проводка. Ну, это руны. Руны работают через стихии. А это как раз и есть. Там вода, земля, огонь, воздух. Вот. И, да, бывает так. И часто так, когда, ну, слишком загрязнено, скажем так, жизненное пространство человека. Жизненное пространство, это же не только наша квартира. Это, в принципе, наши вещи. Там, постельное белье, там, наш телефон, да. Все вот эти каналы, которые нас соединяют. Это все жизненное пространство. Ну, вот. И все это надо чистить иногда, когда диагностика показывает. Опять же, насколько часто, делать почаще. Раз в полгода. Вот я рекомендую просто, допустим, если человек давно не чистился, вот прям давно. И, что называется, в состоянии плачевном пребывает, да. Вот почистили. Ну, и где-то вот месяца через 4-5 все-таки повторить диагностику, посмотреть. Раньше не надо. Амунитаруднические, то же самое, там, потихоньку перейдем к ним. То есть, раньше не надо, почему? Потому что до истечения трех месяцев будет показано предыдущие чистки, будет показан предыдущий негатив, от которого вас уже избавили. Но его энергетически можно будет считать, что у вас было. И чтобы не заморачиваться, это было или осталось по-прежнему после чистки. Вот больше пройдет времени. А вот через 4 месяца можно смотреть все. Спокойно посмотрели, увидели, что в остатке, да. Ну, и в каком состоянии человек, соответственно, на этот момент пребывает. Ну, и там уже будет видно. Там через пару месяцев опять же будет чистка, между прочим. Она уже будет, во-первых, быстрее, во-вторых, менее сложной. Ну, если только по вам никто-то не ударит, там, магической атаки не будет, да. А вот просто берем обычную жизнь человека, то это будет быстрее гораздо. Ну, и все, а там через полгода еще раз. Вот все, вы за год, вы почистились, через полгода и потом. И можно там раз в полгода. Может быть, там кого-то и реже. Просто там сделать небольшой курс отливок, это недорого стоит. Допустим, если отливки кому-то эффективны. И все, там на рунах посидеть тоже можно. Так, руны, руны. Да, лучше так. Так тоже бывает. Тут еще, знаете, я скажу, как, бывает индивидуальное, бывает, что подходит став. Допустим, есть защитные ставы, они универсальные, в принципе. Ну, вот, как, допустим, единственная руна, можно всем деткам вешать, да. Альгис. Даже не активируется она. Но детям больше ничего, кстати, и нельзя. Вот, потому что все руны, мы помним, да, работают на энергетике человека. И, соответственно, энергетику ребенка перегружать ни к чему. Вот, хотя бы до 14 лет стараться. Не нужно ему это. А вот эту руну можно, это руна Бога, руна Одина. Ее можно, вот, как защитную, без оговора, просто она будет вполне себе нормально работать. Вот, себе тоже можно ее. Есть ставы, допустим, тот же, там, Эвас Альгис Иса, да, или Турисас Тейвас Турисас, когда еще идет с возвраткой тоже формулы, которые, в общем, они на всех. Вот, есть такие вещи, которые, да, они, вот, ну, они уже, вот, что называется, в потоке. Вот, они уже, да, там просто оговариваются. А индивидуально, когда, вот, когда составляются как раз рунные ставы, речь идет больше, даже, знаете, о верности оговора, о точности оговора. Потому что, вот, с рунами, как раз, руны не понимают благих пожеланий. Руны понимают только четко оговор. Вот, что сказано, то имеется в виду. Что было пожеланием, но не озвучено, они этого не слышали. И руны всегда выбирают самый короткий путь. Он не всегда приятный, даже, как правило, он не самый приятный. Поэтому нужно оговаривать предельно четко, чтобы без какой побочки это работало. Вот, просто исключить побочку, исключить долги, исключить вредные любые последствия, да, для себя и близких. Вот эти вещи, то есть, это все надо оговаривать. И, опять же, при оговорах избегать, там, не, там, допустим, там, не хочу, чтобы то-то было, да. Лучше сказать, хочу, чтобы что-то было. Понимаете? Потому что не, в принципе, лучше, ну, вселенная не любит это. То есть, иногда, кстати, не слышат в определенный момент, и когда говоришь, там, не хочу, как раз воспринимается, как хочу. И эффект получается обратный. Поэтому лучше, вот, ну, это такая рекомендация. В магии запрещено, кстати, давать советы. Опять же, по той простой причине, что советы безоплатны. А безоплатные они ценятся. Это даже, знаете, еще, то есть, услышат, о, типа, ну, раз бесплатно, ну, значит, фигня. Ничего страшного, жил без этого, забуду. Только та информация, к получению которой были приложены усилия, откладывается в голове. И дает пользу. Остальное просто. А выхолощивать информацию нельзя. То есть, нельзя трепать языком часто. Нельзя лезть в ритуалы. Нельзя рассказывать о ритуалах, которые делаешь. Это правда, это нельзя. Нельзя снимать ритуалы, выкладывать в инстаграме. Нельзя ритуалы. Настоящие ритуалы нельзя. Можно только в том случае, если ритуал уже состоялся и ничем уже не повредит. Какое-нибудь старье, там, несколько, там, лет, там, или хотя бы годовалой давности. И то, некоторые ритуалы ведь работают годами, до семи лет включительно. Поэтому нельзя. А то, что выкладывается, это, как правило, бутафория, это, ну, инсценировка, там, и так далее. Ну, или глупость, если выкладывается реальный ритуал, и картинка никак не разряжается, это плохо. Так, если, что у нас став, если. А так, словами и благодарить. Как правило, мы, когда отрабатывает у нас руна, когда отрабатывает став или формула, неважно. Мы же, когда активируем, мы же это оговариваем, да, что данный рунный став, там, или рунническая формула действует в течение, там, ну, указываем, там, допустим, семи дней и будет сожжена, там, на восьмой день с благодарностью к рунам. И когда сжигаете, благодарите руну искренне, да, руны искренне за их помощь вам. То есть, вы представьте тот вот результат, который получаете. И, конечно, с искренней благодарностью, искренность очень ценится в магии, у меня 20 секунд. И поэтому, да, с вами мы сейчас уйдем на ритуал, ой, вернее, на просмотр. Искренность ценится в магии, в магии ценится открытость, потому что они это видят. Пока. Всем здравия и благополучия на правильно выбранном пути. А я смотреть Кристину, негатив. Продолжение следует... Продолжение следует...